Всем привет, с вами Ломар, и сегодня во втором уроке мы излучим приборы и пространственное положение самолёта. В общем, поговорим о круизном полёте, о снижении, о наборе высоты, и здесь есть интересное предложение, положение плюс мощность равно показатели. В оригинале оно звучит attitude plus power equal performance, что совсем, я считаю, не совсем правильно переведено, attitude это у нас положение относительно горизонта, то есть тангаж, power это у нас мощность, либо мощность двигателя, и performance это на самом деле здесь не показатели, совсем никакие не показатели, я бы перевёл как энергия. Но вы также можете написать свои варианты в комментариях к этому видео, а я почитаю. И на этом скриншоте очень подробно показаны все приборы, 6 основных приборов самолёта и один дополнительный, то есть тахометр, на котором мы определяем мощность. Это у нас искусственный горизонт, это у нас высотомер, альтиметр по-английски, указатель скорости, указатель поворота и скольжения, указатель курса, и указатель вертикальной скорости. Наша любимая Cessna 152 и аэропорт Сидоны. Инструктор опять управляет самолётом, и сегодня мы поговорим о пространственном положении в полёте и ориентации вашего самолёта относительно горизонта. Если мы посмотрим наружу, то мы увидим то, что у нас нос самолёта примерно на 10 сантиметров ниже линии горизонта, и мы летим по прямой с нормальной скоростью постоянной, и мы не набираем и не снижаемся. Это называется крейсерский режим полёта, либо круизный режим. Если мы посмотрим на приборы, нажмём Ctrl-1, то мы увидим искусственный горизонт, я думаю всё-таки правильнее сказать. И здесь мы видим небо, градусы, насколько наш нос задран относительно тангажа, и оранжевый самолётик, то есть наш самолёт. И сейчас он находится чуть-чуть выше линии горизонта, и мы летим горизонтально. Дальше у нас здесь тахометр находится, на который нам предлагают взглянуть, и мы видим то, что сейчас двигатель имеет обороты 2200 оборотов. 2200 рпм. И на самом деле здесь зелёная зона, это зона круизная. То есть в этой круизной зоне у нас в основном двигатель оперирует, когда мы летим в круизе. Обороты двигателя плюс положение самолёта относительно тангажа получаем энергию самолёта, который выражается в скорости. Сейчас скорость у нас 90 узлов, и она измеряется в узлах. И самое не последнее, что есть в самолёте, это указатель высоты. Соответственно, сейчас высота 6000 футов, коротенькая стрелочка тысячи, длинная стрелочка сотни, и самая вот эта стрелочка, это десятки тысяч футов. 6000 футов, 90 узлов. В общем, это наша энергия самолёта, которую он имеет сейчас. И благодаря двигателю она поддерживается. Но мы в секундах, чтобы её изменить, и мы можем сейчас перейти в набор. Как нам рекомендуют, примерно 3-4 сантиметра над уровнем горизонта у нас нос должен быть. И вот так примерно держим, смотрим в облачка, и можем видеть то, что у нас скорость уменьшается. Мы теряем подъёмную силу на крыле, так как скорость уменьшается, и в какой-то момент мы можем просто свалиться. Поэтому обычно, чтобы набирать, газ дают полный, ставят полный газ, максимальные обороты двигателя, которые он сейчас может произвести. И скорость всё равно продолжает падать, даже несмотря на то, что у нас полный газ. Это значит то, что мы имеем ограничение самолёта, и больше определённой мощности он просто нам не может дать, и вдобавок мы находимся уже достаточно высоко. В общем, давайте вернёмся в круизное положение, чуть-чуть ослабим давление на штурмал, вернём вертикальную скорость к нулю, и вернём обороты двигателя к 2300rpm. Всё. Сейчас у нас круизное положение, то же самое положение, с которого мы начали. Просто убавьте обороты до 1800, и у вас самолёт начнёт снижаться. Всё очень просто. Высота уменьшается, скорость увеличивается. Мы разминим энергию высоты в энергию скорости. Вернёмся к круизной скорости, к круизному положению, 2-300rpm. Вот так. В общем, теперь мы знаем, как набирать, снижаться и лететь в круизе. И давайте поговорим о разворотах самолёта, так как самолёт должен лететь не просто прямо вверх-вниз, но и уметь поворачивать. Потихоньку давим на штурмал вправо, и мы начинаем правый разворот. Аттитюд на самом деле у нас не меняется, положение по тангажу. На самом деле у нас просто крен идёт, который желательно не увеличивать более 30 градусов. И чтобы выдерживать этот крен, нужно ориентироваться на что-то снаружи самолёта, то есть в данном случае это капот. И капот относительно горизонта должен быть ну примерно вот так, как он сейчас находится. Чем больше мы поворачиваем, тем больше у нас крен, вернее, чем больше у нас крен, тем больше нам надо дать тяги, чтобы удерживать самолёт, соответственно, в таком положении. Так как у нас, вы видите, вертикальная скорость разменивается в скорость, а я не хочу снижаться. Я хочу выдерживать вертикальную скорость 0, но тогда у нас скорость будет уменьшаться, и, соответственно, если мы не дадим тяги, то скорость у нас упадёт до критически низкой отметки. И нам предлагают закончить урок и передать управление инструктору. Давайте не завершать урок, а поговорим немного о триммере, который находится вот здесь. Я предполагаю, что вы уже посмотрели туториал по настройке управления, и вы назначили это управление на триммер. И сейчас с помощью джойстика я могу вращать этим триммером. То есть, во время горизонтального полёта, при условии то, что вы задали определённые обороты, вы стримировали самолёт, то есть он у вас не клонит ни вперёд нос, ни назад нос, как сейчас. И вы летите примерно плюс-минус горизонтально. Сейчас вы видите, я чуть-чуть набираю, чуть-чуть нажал от себя триммер, и самолёт перешёл в горизонтальный полёт. Скорость у нас 80, вертикальная скорость 0, и это называется горизонтальный полёт. Конечно, естественно, в горизонтальном полёте, при смене оборотов двигателя, допустим, давайте их уменьшим, у нас скорость будет падать, и, соответственно, нам надо будет тянуть чуть-чуть на себя. И чтобы не тянуть постоянно на себя, лететь горизонтально, для этого и создан триммер, благодаря которому мы делаем так то, что штурвал, вернее не штурвал, а задний стабилизатор, вот это стабилизатор, он отклоняется маленько, отклоняет вот эти поверхности, благодаря триммеру, и они уже задают положение самолёту, самолёт летит ровно относительно танго-жа. И вот сейчас у нас опять самолёт стримирован, для оборотов 1900, вертикальная скорость 0, скорость остановилась вот на такой отметке, 75 узлов примерно, и мы летим в горизонте, всё у нас хорошо. Давайте поговорим о поворотах. Обычно повороты не более 30 градусов, но для поворотов я вам рекомендую использовать не вот эти обозначения, а вот это обозначение. Чтобы ваш поворот был скоординирован, используйте указатели sleep and tour coordinator по-английски, и просто ваше крыло поверните на вот эту первую белую рисочку, и благодаря педалям вы можете стримировать, ой, стримировать, центровать этот мячик вот в этом положении. Сейчас у нас идёт ровный скоординированный поворот, и обычно, когда вы будете летать IFR и VFR, используйте только вот этот прибор для разворота. Вот эти градусы вам на самом деле почти не нужны, но если вы хотите чуть-чуть побольше экстрима, то вы можете использовать этот прибор и соответственно крены. Здесь у нас 10, 20, 30 градусов, 45 градусов и 60 градусов, максимальный крен для Cessna 152. И давайте попробуем сделать правый разворот в 30 градусов. Если мы делаем крен самолёта до 30 градусов, то мы продолжаем тримировать самолёт. Вот сейчас я отпустил штуру, а вы увидите то, что мы снижаемся, непорядок. Нам надо чуть-чуть, во-первых, дать ещё побольше мощности, чем больше крен, тем больше мощности требуется, и стримировать самолёт так, чтобы вертикальная скорость была равна примерно нулю. Имейте в виду то, что этот прибор опять же запаздывает, так что лучше всего привыкать смотреть наружу самолёта и ориентироваться по капоту самолёта. То есть при крене в 30 градусов, как сейчас вы можете видеть, капот имеет примерно свои ориентиры. Сейчас это не так-то просто сделать, потому что вокруг горы, но если вы будете летать в равнинной местности, то вы будете иметь для себя определённые ориентиры, при которых, например, вот этот кусочек капота идёт по линии, верхней линии горизонта. Как-то так. Даже сейчас в горах я использую капот, чтобы сориентироваться, и чтобы самолёт летел ровно. Во время поворота первое, что вы делаете, вы смотрите наружу. Ребят, я полностью, кстати, отпустил штурвал. Смотрите наружу, смотрите на ориентиры, смотрите на капот. Затем проверяете то, что у вас действительно крен 30 градусов и возвращаетесь взглядом наружу. После этого вы перекидываете взгляд на указатель скорости и смотрите то, что она не увеличивается и не замедляется. Возвращаетесь наружу. После этого вы опять можете посмотреть на крен 30 градусов, либо ещё раз кинуть взгляд на вертикальную скорость, чтобы убедиться то, что вы действительно не набираете и не снижаетесь. Как я и сказал, этот прибор имеет небольшую задержку, так что не является надёжным показателем набора либо снижения во время поворота. И опять смотрите наружу. Во время поворота я сказал то, что нам надо прибавить чуть-чуть мощности, и чтобы её прибавить, вы не смотрите на тахометр, нет. Вы прибавляете её по своим ощущениям. Да-да, именно так. Чуть-чуть прибавили. Не хватает? Ещё чуть-чуть прибавили. Ага, перестарались, чуть-чуть убавили. Ни в коем случае не смотрите на тахометр, тахометр нам вообще ни о чём. Давайте сделаем левый разворот в 45 градусов. При развороте 45 градусов нам уже триммер никакой не поможет и нам придётся держать штурвал вручную, чтобы выполнять этот разворот. Соответственно, давайте для начала переведём самолёт в ровное горизонтальное положение, чтобы он был стримирован и летел ровно. Мы можем посмотреть наружу, убедиться, что всё красиво, всё нас устраивает. Чуть-чуть самолёт всё равно набирает, чуть-чуть триммера от себя. И полетели влево 45 градусов. Между вот этой рисочкой и вот этой рисочкой 45 градусов. И смотрите, здесь всё просто. Вот вы видите вот этот, так сказать, эту ямку на панели. И вот примерно эта ямка должна идти по линии горизонта. Может быть чуть-чуть ниже в некоторых местах, в данном случае в Седоне. Вы видите то, что у нас скорость упала. Поэтому нам надо добавить тяги. Я полностью вывел тягу вперёд на 100%. И продолжать этот разворот, основываясь на вот этом положении. Здесь видим то, что я чуть-чуть уменьшил крен. И вот так 45 градусов. Смотрим наружу. 45 градусов наружу. Скорость наружу. Вертикальная скорость наружу. И вот так вы выполняете поворот 45 градусов. Вернее, не поворот, а разворот. Но вот как-то так всё происходит. Есть ещё такое понятие, как снижение с разворотом и набор с разворотом. Но это на самом деле всё очень просто. Вы просто задаёте какие-нибудь рпм. Допустим вот 1800 рпм. Делаете крен вправо и смотрите то, что вы снижаетесь. Снижаетесь, всё хорошо. Со временем, когда критерии возрастут, вам надо будет в повороте, допустим 30 градусов крена выдерживать, вертикальную скорость 1000 футов в минуту и горизонтальную скорость 100 узлов. Рпм и вам не важны в этом случае. Вам важно сделать так, чтобы все эти три показателя выдерживались постоянно. То есть периодически вы смотрите наружу, возвращаетесь к прибору, смотрите то, что ага, вот вертикалка у нас не так, смотрите наружу, возвращаетесь к приборам и выполняете, в общем, такое задание. Снижение с 30 градусным поворотом вправо, вертикалкой 1000 и скоростью 100 узлов. Соответственно, если мы будем набирать, то мы можем использовать примерно что-нибудь такое, только вертикалка 1000 для Cessna 152 это не совсем допустимое значение, а вот вертикалка 500 вполне себе. Вертикальная скорость 500, 30 градусов крена и скорость 80 узлов. Почему бы нет? Если вы стренируете хорошо, то вы даже сможете отпустить штурвал, как я сейчас это сделал. И у нас все показания приборов идеально находятся. Ну вот вертикалка сейчас уменьшается, надо чуть-чуть потянуть на себя. И самолет ровно набирает креном 30 градусов, разворотом левым и вертикалкой 500 футов в минуту. Для обучения полетам эти упражнения очень важны, я считаю, потому что вам нужно почувствовать, как идет зависимость между приборами, научиться читать эти приборы и распределять свое внимание на наружу самолета и на внутренние приборы самолета. Так как мы сейчас летаем ни в коем случае не по приборам, а мы летаем только визуально, то вот это чтение приборов, такое поверхностное и в том числе удерживание ориентиров за окном самолета, оно очень важно. О триммере мы поговорим, я думаю, в следующем уроке более подробно, поэтому я сегодня на нем сильно не заострял внимания. Давайте напоследок сделаем самый большой крен в 60 градусов и вы посмотрите, насколько важно распределять внимание. Делаем крен в 40-30 градусов, начинаем увеличивать тягу и когда у нас крен доходит 60 градусов, то тяга уже полностью в пол уходит и вы видите то, что вертикалка ушла вниз. Когда мы делаем такой нереально крутой разворот, то очень важно быстро сканировать приборы и смотреть, ага, вот сейчас 60 градусов, нету 60 градусов, ага, вот здесь у нас будет линия горизонта вот в этом месте, ага, скорость вертикальная уменьшилась, чуть-чуть на себя потянули, ага, скорость в порядке, ага, опять 60 градусов и вот такое сканирование очень важно, соответственно несколько кренов влево, несколько кренов вправо и у вас будет уже более-менее все ровно получаться и вы почувствуете самолета лучше. Вопрос в этом видео будет опять по Cessna 152, что произойдет если компрессор, который крутит гироскопы приборов, сломается? Какие приборы будут работать, а какие приборы мы потеряем? Пишите ваши догадки в комментариях к этому видео. В общем, я рекомендую вам просто взять Cessna 152 в свободном полете, попробовать полетать на ней, поделать наборы, поделать снижение, поделать крены и задавая себе какие-нибудь параметры, например, сейчас я хочу снижаться с вертикалкой 500 футов, минуту скоростью 80 узлов, в общем, потренироваться делать это. Это вам даст прям большой достаточно урок, большой плюс в управление самолетом. И не забывайте про триммер, о котором мы поговорим в следующем уроке, а на этом, я думаю, все, можно передать управление инструктору. И в принципе, это все, что надо знать для этого урока. Всем спасибо за внимание, до следующего видео, пока!